И к новостям спорта. Старый Оскол принимал чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте. Турнир посвящен 79-й годовщине освобождения нашей территории от фашистских захватчиков. В ловкости и легкости состязались 170 спортсменов. 9-летняя Варвара Каребина занимается в спортшколе Олимпийского резерва «Виктория» 4 года. Прыжки на батуте для нее семейный спорт. Меня папа, дядя занимались, предложили мне, и я начала заниматься. Мне очень понравилось, и я решила остаться. Что тебе понравилось больше всего? Мне нравилось прыгать, нравилось тянуться. Дома просто скучно сидеть. Сегодня у меня комбинация первая – группировка два вперед, вторая – сальто, полвинта, углом. Почти такая же программа выступлений и у Максима Виноградова. В спорте мальчик уже 5 лет, а прыгает на батутах еще больше. Когда мне было уже 4 лет, я уже начала прыгать. Мы брали батуты на прокат, но потом уже мы не знали, что тут такое есть. Мы пошли на акробатику, на батуты. Открытый чемпионат Белгородской области собрал 170 спортсменов со всего региона. Состязания в трех дисциплинах – двойной мини-трамп, батут и акробатическая дорожка. А лучшие представят Белгородщину среди команд Центрального федерального округа. Помимо выступлений в первый день соревнований нового сезона, традиционно подводят итоги года минувшего. 2021 год прошел для нас, я бы сказал, замечательно. Я не люблю особо словами так бросаться, но для нас он был просто замечательно. Мы командное первенство выиграли и даже на чемпионате были, Россия команда были третьими. В личном мы были первыми, вторыми, третьими на России. С Европы привезли медаль, с мира привезли медаль. Как бы так у нас год был достаточно удачный. Шестеро староскольских батутистов в составе сборной России. Пятеро получают персональную стипендию губернатора области. Семеро – стипендию главы администрации Старого Оскола. Школа «Виктория» заняла два вторых места в смотрах, конкурсах среди спортучреждений округа и школ нового типа Белгородской области. Десять лучших спортсменов 2021 года наградил почетный гость турнира. Участник Великой Отечественной войны, ветеран спорта, ветеран труда, основатель спортивной гимнастики в Старом Осколе. 99-летний фронтовик Евгений Андрианович Иванов. График у спортсменов на первое полугодие 2022-го плотный. Соревнования практически еженедельно. В ближайшие выходные 36 воспитанников Виктории поедут в Ярославль на чемпионат ЦФО. В конце февраля у нас Кубок России и Надежда 1. Потом у нас в середине марта чемпионат России личный и еще Надежды 2. Это отбор на Европу будет. В начале апреля у нас командное первенство России будет. И если, дай бог, кто попадет у нас на Европу, то в конце мая, в начале июня у нас будет Европа. Это как на это полугодие. То есть график жесткий, соревнований много. Мне хочется всем нам пожелать удачи.